Всем большой привет! Вы на канале Делать Дома. В этом видео я покажу как пошить детскую декоративную подушку, тучку. А пока смотрите видео, подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Вот такую выкройку необходимо сделать. Склеиваем 4 листа. Чертим циркулем 5 полукругов. Их центра я обозначила и указала расстояние от края листа. Также чертим глазки, щечки и ротик. Еще нам необходимо сделать выкройку ножек. Делаем сразу большую деталь, а из нее потом делаем деталь пуантов. Вырезаем выкройки. Складываем основную деталь подушки пополам и вырезаем. Склеенных 4 листа А4 не хватает для полной выкройки. Где-то сантиметра 2 с одной стороны. Для пошива я использовала плюш и хлопок для ножек. Можно пошить и полностью из хлопка, но тогда она будет больше как бортик в детскую кроватку. Складываем ткань лицо к лицу и переносим выкройку. Скалываем булавками для удобства. Переносим на ткань заднюю деталь пуантов. Затем срезаем лишнее и переносим передние детали. Чертим 4 детали ножек и делаем еще 2 детали для бантика. Квадрат 11 на 11 сантиметров. И прямоугольник 4 на 11 сантиметров. Можно без припусков на швы. Вырезаем. Острым концом циркуля делаем отверстие по глазкам и ротику. Переносим контур на одну лицевую часть основной детали. Соединяем перенесенные точки. Вышиваем личико. Крепим пуанты к ножкам. Пришиваем. Хорошо отутюживаем. Края деталей щечек загибаем вовнутрь. Крепим щечки. Наметываем и пришиваем. Соединяем детали ножек. Отрезаем 4 кусочка ленты по 30 сантиметров. Обрабатываем огнем края. Крепим ленты в местах стыка пуантов с ножками. Сшиваем. Выворачиваем и набиваем ножки холофайбером. Он идеально подходит для набивки подушек. Срезаем углом края ленты и прижигаем. Соединяем две основные детали и крепим снизу ножки. Чтобы правильно пришить ножки, кладем к себе изнанку личико подушки. А ножки вкладываем вовнутрь передней частью вверх. Крепим и пришиваем. Выворачиваем и набиваем холофайбером. Зашиваем отверстие. Делаем бантик. Сшиваем детали. Основную деталь сшиваем, оставляя посередине отверстие для выворачивания. Выворачиваем. Набиваем холофайбером и зашиваем отверстие. Посередине делаем перетяжку ниткой и несколько стежочков. Деталь серединки кладем швом вверх и сшиваем деталь. Срезаем лишнее и переворачиваем деталь, чтобы шов оказался внутри. Пришиваем бантик к подушке. Если подушка для девочки, бантик пришиваем сверху. А если до мальчика, то пришиваем его под ротиком, имитируя галстук бабочку. Вот такая подушка получилась. Если вам понравился такой вариант детской декоративной подушки, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и заходите на страничку канала. Там вы найдете много идей для дома. До новых встреч!